Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе, кнопка и ссылка под видео. Депутат ПАС Лилиан Карп заявил, что риски безопасности для Молдовы высоки. Более того, политик считает, что сегодня Россия использует партию ШОР для дестабилизации ситуации в Молдове. Риски были с первого дня, они никогда не уменьшались. Теперь ясно, что Москва приводит действия всех своих агентов под прикрытием. Вы это видите, например, на протестах в Кишиневе, так называемом протесте, организованном ШОРом. Очень интересно посмотреть на председателя Агеевского района, бывших председателей Христианской Демократической Народной Партии Юрия Рошки. Не случайно эти лица находятся именно у ШОРа и сегодня проводят политику, стоящую на повестке Дня России. Я думаю, что нужно учитывать этот сценарий. Агенты под прикрытием были активированы в эти дни, поэтому власти очень бдительно следят за происходящим, заявил депутат ПАС Лилиан Карп в программе «Пункт Тулпе Азии» на телеканале ТВР Молдова. Кроме того, депутат ПАС заявил, что они прекрасно осведомлены о том, что сегодня Россия использует партию ШОР для дестабилизации ситуации в Молдове. «Мы должны понимать, что Москва сейчас реактивирует всю свою агентуру, которая была завербована, и ничего случайного нет. Мы должны понимать эти вещи. Мы находимся в самой шаткой зоне безопасности с 1992 года, когда мы потеряли часть территорий, на которой Российская Федерация незаконно держит часть своих войск, и этот регион существует благодаря РФ. Она никогда не хотела решать эту проблему, потому что хотела иметь там контроль. Чтобы иметь возможность геополитически шантажировать все государства в регионе, добавил Лилиан Карп. Добавим также, что драматические события этого года показали, что в трудные времена Европа приходит на помощь. Мы узнали, что солидарность – это ценность, реально существующая в странах европейского континента. Забота и взаимопомощь позволяют увидеть разницу между добром и злом. Такие заявления сделала президент Молдовы Майя Санду на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом, оценив его визит в нашу страну в непростое время как для Молдовы, так и для всего региона, страдающего от войны и целого ряда кризисов. Как заявила Майя Санду, последнее событие спровоцировала Российская Федерация, которая, нарушив международное право, посигнула на суверенитет и территориальную целостность Украины. По словам президента, Молдова пострадала от войны России против Украины больше, чем другие страны, отметив, что для преодоления этой сложной ситуации Молдове необходима поддержка. Майя Санду выразила благодарность ЕС за поддержку в размере 75 миллионов евро и первый транш макрофинансовой помощи в размере 50 миллионов евро, предоставленные в последние месяцы. Глава государства также заявила, что Молдова по-прежнему является самой энергетически уязвимой страной на Европейском континенте. «Работа по диверсификации, энергоэффективности, начатая нами в прошлом году и продолженная в этом, принесет ощутимые результаты только в среднесрочной перспективе, но сегодня нам нужна поддержка», – сказала президент, отметив, что энергетическая проблема стала для нашей страны экзистенциальной, так как Молдова сталкивается с большими рисками в энергетическом секторе, в том числе с риском прекращения поставок газа и электроэнергии. Правительство создало фонд снижения энергетической уязвимости, который содержит целевой механизм компенсации расходов на электроэнергию для граждан с низкими доходами. Но потребность финансирования этого фонда возрастает с ростом закупочной цены на энергоресурсы, отметила президент. По словам Майи Сандо, непомерные цены на энергию подняли инфляцию в Молдове до уровня в 35%. Перебои в логистических цепочках, вызванные войной и потери некоторых рынков сбыта, серьезно влияют на наших производителей. Давление на бюджет растет, нам нужна финансовая поддержка, чтобы сбалансировать бюджет на следующий год, сказала Санду, поблагодарив Евросоюз за временную либерализацию торговли с семью молдавскими сельскохозяйственными товарами на своем рынке. Как заявила глава государства, в связи с последними событиями и ростом рисков в регионе Молдова стремится ускорить модернизацию сектора безопасности и обороны. Президент поблагодарила Евросоюз за поддержку, оказанную нашей стране посредством Европейского фонда мира. Выделенные средства будут очень полезны для укрепления потенциала национальной армии. Мы надеемся, что сможем рассчитывать на эту поддержку в следующем году, сказала Санду. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи!